Сомнения и споры о закупках фонда Самрук Казынам не обошел стороной ее дочерней компании. Например, АО «Казахтелеком». Больше того, есть утверждение, что процессы закупок национального оператора связи были непрозрачными и коррумпированными. Поэтому сегодня руководство компании вступило в открытый диалог с отечественными поставщиками и представителями общественности. На встрече представители ведомства ответили на все острые и волнующие народ вопросы. Саяна Санакова расскажет подробнее. Это первая конференция АО «Казахтелеком» с отечественными поставщиками. В ведомстве отметили, что сейчас очень важно ответить на все вопросы, волнующие общественность. Как удобные, так и не очень, отметил глава «Казахтелекома». Большинство из них касаемо коррупции и непрозрачности нацоператора. По этому поводу ведомстве предложили создать общественную комиссию, в которую войдут представители отраслевых ассоциаций. И заявили, что результаты заседаний этого совета будут открытыми и публично доступными. Как представитель управления компании, я предлагаю делать комиссию общественную, которую пригласим представителей ассоциаций, чтобы данные факты посмотрели. Я уже сейчас вместе с коллегами у нас работаю в службе внутренней аудита, в службе внутренних финансовых контролей, она делает проверку. Но хотелось бы сказать, что крупные компании есть. Понятно, что история некоторых компаний считается не только десятилетиями самого «Казахтелекома». Поэтому они, наверное, очень активны. Стоит отметить и то, что с этого месяца Совет директоров «Казахтелекома» утвердил так называемый «Кодекс поставщика», в рамках которого производители обязуют предоставлять зеркальную, сквозную проверку по финансам и аффилированности. Кроме того, ведомцы прояснили и вопросы по жалобам ФНБ «Самрук Казана». Они сообщают, что с прошлого года фонд перешел на электронную форму жалоб и обращений. В организации рассмотрели 169 таких исков касательно легитимности закупочных процессов «Казахтелекома», по которым вынесли 4 предписания и приняли соответствующие меры. «На сегодняшний день нами активно ведется эта работа. Если есть какие-то конкретные предложения, каким образом это можно дополнительно делать, то мы открыты к диалогу, мы готовы слушать. Это все очень тщательно проверяется не только фондом «Самрук Казана». У нас в том году были проверки счетного комитета. У нас при пожаловании, когда поставщики пишут, прокуратура, в том числе прокуратура делает запросы. Мы всегда отвечаем. И здесь вопрос не просто репутационный, а вопрос именно наказания. Оптимизация без потери качества – такую цель обозначило руководство «Казахтелекома». Обращаясь к потенциальным поставщикам, они заявили, что сейчас разработано новое софт-решение – пилот собственной цифровой электронной площадки, где простые закупки будут выведены на отдельный маркетплейс, а сложные – пропускаться через многоуровневую матрицу оценки. Помимо этого, в ведомстве отметили, что готовы перевести такие прямые диалоги с участниками закупок на регулярную основу. Планируются и поездки по регионам, в ходе которых руководство компании встретится с промышленными производителями страны. Кроме того, в ООО «Казахтелеком» заявили, что готовы рассмотреть форму общественной онлайн-приемной. Саяна Санакова, Атамикен Бизнес.